Рассказ Антона Павловича Чехова «Женское счастье» читает Павел Беселин. Хоронили генерала-лейтенанта Запупырина. К домам покойника, где гудела похоронная музыка и раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами. «Нельзя-с!» – остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. «Нельзя-с! Прошу немножко назад, господа, ведь это не от нас зависит. Прошу назад!» «Впрочем, так и быть, дамы могут пройти. Пожалуйте». «Мазмазель! Но вы, господа, ради Бога!» Жены Пробкина и Свисткова зарделись от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь. А мужья их остались по всю сторону живой стены и занялись созерцанием спин пеших и конных блюстителей. «Пролезли!» – сказал Пробкин с завистью и почти ненавистью, глядя на удалявшихся дам. «Счастье! Ей-богу! Этим шиньоном!» «Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как ихнему дамскому». «Ну, что вот в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрассудками, а их пропустили. А нас с тобой? Будь мы хоть статские советники, ни за что не пропустят». «Странно вы рассуждаете, господа!» – сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина. «Впусти вас! Так вы сейчас толкаться и безобразничать начнете. Дама же по своей деликатности никогда себе не позволит ничего подобного». «Оставьте, пожалуйста!» – рассердился Пробкин. «Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтобы ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего. Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщин и в солдаты не берут, и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают. А за какие, спрашиваются заслуги? Девица платок уронила. Ты поднимай. Она входит. Ты вставай и давай ей свой стул. Уходит. Ты провожай. А возьмите чины. Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить. А девица в какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским советником. Вот уж она и персона. Чтоб мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить. Шибку взять. В министрах побывать. А какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло. Покрутит перед графом шлейфом. Пощурит глазки. Вот и ваше сиятельство. Ты сейчас губенский секретарь? Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл. А твоя Мария Фомишна? За что она губенская секретарша? Из поповин и прямо в чиновнице. Хороша чиновница. Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую, в исходящие. Зато она в болезнях чат родит, заметил Свистков. И велика важность. Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает. Так ей бы эти самые чадо удовольствием показались. Во всем и во всем им привилегия. Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего и ты в самом деле при экзекуторе не посмеешь сказать. Да. Твоя Мария Фомишна может смело со статским советником под ручку пройтись. А возьми-ка ты статского советника под руку. Возьми-ка, попробуй. В нашем доме, как раз под нами, брат, живет какой-то профессор с женой. Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет. А то и дело слышишь, как его жена чешет. Дурак, дурак, дурак. А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законная. Как тому и быть. Испокон веков так положено, чтоб законные ругались. Но ты возьми незаконных. Что эти себе дозволяют, а? Во веки веков не забыть мне одного случая. Да, чуть было не погиб. Да так уж знать, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск, к себе в деревню, меня взял с собой. Корреспонденцию вести. Дело пустяковое, на час работы. Отработал свое, и ступай по лесу ходить, или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал, человек холостой. Дом, полная чаша. Прислуги, как собак. А жены нет. Управлять некому. Народ все распущенный, непослушный, и над всеми командует баба, экономка Вера Никитична. Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит. Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит, толстая, красная, визгливая. Как начнет на кого кричать, как поднимет виск, так хоть святых выноси. Не так руготня да немало, как этот самый визг. О, Господи! Никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестия, задирало. Ну, думаю, погоди, улучшу минутку, и все про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу, и не видит, как ты его обкрадываешь, и народ жуешь. Постой же, открою я ему глаза, и открыл, брат, глаза. Да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки. Что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору, и вдруг слышу виск. Сначала думал, что свинью режу. Потом уже прислушался и слышу, что это Вера Никитична с кем-то бронится. Тварь! Дрянь ты это такая! Черт! Кого это, думаю? И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь, и из нее вылетает наш генерал. Весь красный, глаза выпученные, волосы. Словно черт на них подул, а она ему вслед. Дрянь! Черт! Врешь! Честное мое слово! Меня знаешь, в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре. И как дурак. Ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смерть. И вдруг позволяет себе такие слова и поступки. Это значит, думаю, генерал хотел ее рассчитать. А она воспользовалась тем, что нет свидетелей. И ощеканила его на все корки. Все одно, мол, уходить. Взорвало меня. Пошел я к ней в комнату и говорю. Как ты смела, негодница, говорить такие слова? Высокопоставленному лицу. Ты думаешь, что он слабый старик? Так за него некому вступиться? Взял, знаешь, да и смазал ей по жирным щекам разика два. Как подняла, братец ты мой, в виск! Как заорала! Так будь ты трижды нелада, унеси ты мое горе. Заткнул я уши и пошел в лес. Этак часика через два бежит навстречу мальчишка. Пожалуйте к барину. Иду. Вхожу. Сидит. Наслупившись, как индюк. И не глядит. Вы что же, говорит, это у меня в доме, выстраиваете? То есть как? Говорю. Ежели, говорю, это вы насчет Никитишны, вашества, то я за вас же вступился. Не ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела. Понимаешь? Семейные. И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь, чуть я не помер. Говорил, говорил, ворочал, ворочал. Да вдруг, брат, как захохочет ни с того ни с сего. И как, говорит, это вы смогли. Как это у вас схватило храбрости. Удивительно. Но надеюсь, друг мой, что все это останется между нами. Ваша горячность мне понятна. Но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно. Вот, брат, ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить. А слепила баба, тайный советник, белого орла имеет, начальство над собой не знает, а бабе поддался. Большие, брат, привилегии у женского полу. Но снимай шапку. Несут генерала. Орденов-то сколько. Батюшки-светы. Ну, что, ей-богу, пустили дам вперед. Разве они понимают что-нибудь в орденах? Заиграла музыка. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok